Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и я хочу поделиться одной задачкой из книжки Якова Перельмана «Знаете ли вы физику?». Эту задачу на днях мне прислал Александр Берников, мой старинный, знакомый и активный подписчик нашего канала. Вот картинка и на ней изображены две лодки, приводимые в движение мехами. Только одна лодка, как бы мехи выступают на ней своеобразным реактивным двигателем, отбрасывающим струю назад. А в другой лодке струя мехов направлена на колесо, это колесо вращается и через трансмиссию приводит в движение грибной винт, который и должен продвигать лодку. И Перельман спрашивает, какая из этих двух лодок будет эффективнее. И при этом сам он отвечает на вопрос так, что в движение придет только первая лодка за счет реактивной струи. А вторая лодка вообще не будет двигаться, останется неподвижной. Потому что, конечно, струя направленная вперед будет толкать лодку назад, а упираясь в грибное колесо, струя наоборот будет толкать лодку вперед. И по закону сохранения импульса в результате эти силы будут равны и противоположно направлены, и лодка ни в какое движение не придет. Вот только я должен заметить, что это вовсе не то же самое, что сидеть на корме и дуть в парус, пытаясь таким образом привести лодку в движение. Вот тогда рассуждения о сохранении импульса действительно будут работать. Но здесь же еще есть третий элемент – винт, приводимый в движение через трансмиссию. Мы можем взять и сделать простой мысленный опыт. Давайте возьмем и накроем меха и ветровое колесо второй лодки кожухом, так сказать, внутри. Некоторые каюты, помещения пусть все это происходит. Понятно, что силы, действующие там внутри, ну, никакому движению лодки не приведут. Но ведь еще есть трансмиссия, выходящая наружу и приводящая в движение винт. А винт будет отталкиваться от воды, так что вторая лодка все-таки поедет. И поэтому у нас остается вопрос, а все-таки какая из этих двух лодок, какое из этих двух движущих устройств, вернее сказать, будет эффективнее? Я хочу этот вопрос оставить вам и ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментариях к этому ролику на ютубе.